привет народ с вами ник frost добро пожаловать в метро исход у нас тут небольшие проблемки ну как сказать небольшие все зависит от сценаристов надеюсь небольшие учитывая как они долго не замечали блин ее кашель даже учитывая там кто-то плачет кашель у меня учитывая что это не rpg я никак не могу повлиять на события то есть знаете была такая штука выборе диалога блин вы что слепые не видите что она кашляет я бим еще сказал это блин на волке ты ведь газом не дышала это просто простуда это мы мигом вылечим тучу они не видят и вылечим лекарство найдем и она сразу пойдет на поправку правда честное слово так что не волнуйся хорошо не буду спартанцы слова всегда держит мне мама рассказала так и есть настя так и есть блин капец идти вдвоем тут живут дрыхнуть тут у нас не знаю кто закрыта бедная анечка лежит не знаю что в этих штуках а то есть никак нельзя ничего подвигать кроме приблизить на не знаю что там в капельнице так мы все с этой стороны вроде никто со мной разговаривать больше не хочет этот тестирует бластер по-видимому с первой или второй части ладно ладно погнали поговорим что тут у них за дела привет сам не волнуйся все будет окей а не ассиная о это как обещал выхожу на связь надеюсь ты слушаешь мы осмотрели плотину и водохранилище вам нужно уходить как можно скорее как минимум пока не начались дожди плотина еле держится и если ее прорвет всю долину смоет а что останется превратится в мертвые земли так что уходите завтра же а лучше вчера договорись с остальными девчонками и поставьте вопрос на совете тогда даже пираты никуда не денут так я не увидел вашего совета только только даже этих мерзких кроликов наловили пугающих меня можно конечно покурить но я не курю и героя главному не позволяю покидать что ли угля подумать о вечном оба не все подумал кстати чё я подумал думать я ведь люблю как бы так поймать такой удачный скрин на ладно теперь я уверен аврора протянет но он и ходит давай очень атмосферно да вот это серьезный разговор а коля такой фигней балуется кстати вижу клапан half-life 3 конфермет кстати он тут не один походу вот что-то за прикол был не понял кто-то телепортнулся этот снимок новосибирска мы сначала посчитали испорченным так что здесь по описанию зоны сильного заражения показаны зеленые а некорректные данные малиновые но только сегодня я заметил одну сноску в общем к некорректным данным относятся выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения простыми словами зашкаливает до новосибирска еще 500 километров радиация за бортом уже почти как в москве дострельнули может снимкам уже двадцать лет уровень радиации конечно снизился но в общем новосибирск похоже смирить что теперь делать я скажу что делать мы с артемом пойдем мы все пойдем товарищ торговый она моя дочь его жена я своей параноей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал артем своей мечтой вытащил нас из москвы так что мы оба виноваты тем не менее мы орден мы один экипаж и должны действовать вместе обсуждать тут нечего это не задание ордена это наше с артемом личное дело добровольцы не нужны а второе мы не знаем где точно находятся лекарства в центре города или в одной из лабораторий академгородка так что жизнь они и в ваших руках тоже ну и третье куда бы мы не двинули на носу зима и застрять на авроре в снегах нам что что никак нельзя это точно помните что ермак рассказывал напомни им на хрене города большой музей железнодорожного транспорта там наверняка найдется снего очиститель для авроры и того обыскать лабораторию в академгородке и подготовить аврору к зиме вот ваши задачи экипаж приступить к подготовке так же с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом сэм ты первый а что там радиация смертельная так это вообще-то хорошая новость а что в аптеке радиации внутри не будет и лекарства они не пропитались за 20 лет да что там с ними комплектных получилось собрать только два видишь как раз на нас с артемом против судьбы не попрешь помогут ну как понятно от пыли защитят но там и прямое излучение такое что ясно усилить защиту сможешь конечно листовой свинец у дермака в запасах есть только в костюмах и так не особо удобно ничего мы там танцевать не собираемся сколько времени нам это даст может пару часов все равно мало лучше чем ничего не волнуйся короче близится игра к финалу чувствую в машине кабину свинцом подогнал постарайтесь выходить как можно меньше спасибо приступать есть товарищ полковник да сердце у меня не на месте такой риск сколько в гальзейских путевых бригадах народа от облучения погибло а в москве и похоже в рисках такой радиации не было а их эти риска ни по что не проймешь сам знаешь лучше про музея ты расскажи откуда знаешь про него ах я же пока в метро работал интересовался у нас под москвой экспериментальный полигон есть железнодорожный техники там скопилось уйма вот музей организовать и решили а место нашли в новосибирске ого и тебе не ближний свет да не ближний но перегнали все потихоньку со столик полигонов тоже собрали что поинтересней и лет за пятнадцать до войны открыли музей ясно а снег очиститель это и там а точно есть точно его как раз от нас перегоняли знаменитый образец тебе понравится аххахахаха ха ха это и тверняка ну пойду я может ттшнику пособить надо да может быть я все же думаю надо нам будет и центр связи найти как где на снимке засвечен целый квадрат причем смотри где выходим городке конечно грязно но если быстро обернемся то ничего страшного а вот там видишь конечно не центр города но все равно там искать только место под могилу ну там посмотрим и смотреть нечего думаешь полковник просто так нам задачу на центр связи не ставим думаю непросто я понимаю чего ты не дурнее паровоза тогда о чем и сейчас вообще полковник сказал что обсуждать нечего они с артёмом все уже решили мы должны уважать их решение и верить что все получится с ним и именно вот и давай планировать маршрут к лаборатории хорошо чем не никто пару слов не скажет смотри думаю если пойдем здесь главное пятно не зацепит ты спорту какого хера блин не надевается шлемофон йоу ты тут спишь артём я тебе сказать хотел знаешь я ведь 20 лет с вами мы ведь вместе и когда дачу всю планету не сожгли и наверное как враги должны бы друг другу относиться так вот меня когда полковник от толпе отбил когда меня женщины и дети стали бить страшно было руки тогда сами опустились я не змея хоть и здоровый билер спасибо что думал о тех несчастных разоренных землях я в бога не верю думаю если бы он был не допустим как текстурка воды было видео коряло вернуть что добро к тебе вернется удачи тебе брата thank you brother димит это хреновина капец для отсюда зайти не могу зато много покурить брозе ухты камера тут не летает вот печально ладно погнали перетрем кто там остался сам бежит кнопку зажал он и бежит а хер там перетрем они и и она просто поразила а мама ведь настоящим врачом было не то что я я так надеялась что справлюсь но они похоже очень неудачно все совпало газ этот на мосту за годы сильно выдохся но его хватило чтобы запустить разрушительный процесс конечно моя надежда на воздух и долину это было наивно это было наивно в конце концов тоже на воздух вода и лес все это там есть конечно но увы ненадолго что за капли жалко народ там неплохое думаю мы с ними нашли бы общий язык с плотиной так все плохо да хотя даже если плотина еще долго простоит почти треть долины уже загажена радиацией на дне водохранилища за годы собралась вся дрянь выпавшая выше по течению и просачивается потихоньку с водой ну а если плотина не выдержит хоть бы послушалась моего совета послушались любишь да так быстро если это судьба ты ее снова встретишь обязательно так пойду я уню проведу конечно передавай привет опа опа а я тут черт а я не смог пролезть да 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 все это блин мега отстойно что тут за записи у нас есть не буду это читать сильно много где тут кстати оля а не ермак идиот алеша сын степан катя крест она ведь не этот не экипаж дети леса понятно что животное где-то скотина здоровая вот он хозяин леса рельса рельса мы еще руках еще не держали а ну послушаем ну послушаем ну как вот что ну что я Сосер вызывай, подключи бригаду длинного. Надо их перехватить, пока в дальний лес не ушли. За нас не павься, тут уж реально абзац. Сидим в сарае пятером, все кто остался. Отстреливаемся, пока маслята есть. Кругом суки эти забывают. Суки, Заику кончили батлы! Получать не сучали! Да, реально абзац. Заика только выглянул, прямо в глаз стрелой залепили. Так и приколотило в косяку. Все, пацаны, всем по кругу жму крама. Побойте. Интересно. Внимание всем! Говорит штаб гражданской обороны. Приближаться к городам Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск. Запрещено до особого распоряжения штаба. Ввиду опасного уровня радиоактивного загрязнения. Самовольно покидать убежище запрещено. Пользоваться водой из открытых водоемов запрещено. Передвижение по грунтовым дорогам пешим порядком запрещено. Передвижение по железной дороге разрешено только для составов, оборудованных средствами очистки воздуха. Использование другой железнодорожной техники запрещено вне зависимости от состояния путей ввиду опасного уровня радиоактивного загрязнения. Всем покинувшим убежище в плановом порядке немедленно явиться на ИВАКО пункты для дезактивации. Повторяем. Приближаться к городам Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск. Запрещено до особого распоряжения. Ольха, я со сна. Ответьте. Прием. Ольха, ответьте со сне. Прием. Ольха, вы пропустили 12 часа связи. Ого, у меня звук пропал. Прием. Подполковник Хлебников. Ответьте базе. Прием. Папа, пожалуйста. Ответь. Ольха, я со сна. Дежурить на приеме не могу. Связь кончаю. Следующий сеанс связи по расписанию. Прием. Папа, вернись, пожалуйста. Прием. Ольха, я со сна. Конец связи. Папа, вернись, я со сна. 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 ладно так пробежка в ту сторону вагона и на задание ты же прям на меня смотришь скажи что-нибудь бро блин жесть не могу на это смотреть без слез конечно она не такая полезная как алекс вэнс или elizabeth в этом башок но жалко был у меня это безотказная машинка один раз только подвел броники в которых еще шевелиться можно в лед пробивал но вот всего восемь патронов в магазине и вот девятого патрона мне как раз не хватило бандюки семью мучили я не выдержал ни разу не промахнулся всех положил она последнего урода не хватило когда ребята из ордена появились я уже не знал жив ли нет ли решил что ангелы по мою душу так вот знаешь я к чему нас сейчас больше чем у меня патронов тогда мы справимся и вы у меня будете в свинце до бровей пыхтеть но справитесь тут и там свинец разогревающие так понял да так тупо раз и отняла да я так понимаю на очередной апгрейд базы нифига себе что у меня тут появилось зажигательный и разрывной понял даже не знаю чем теперь ходить с арбалетом или с этим с арбалетом или не с арбалетом урон никакой пневматический взвод пневматическая система значительно ускоряющая взвод арбалета и тем самым повышающая скорострельность но урон падает жестко магазин повышенной емкости этот огромный цилиндрический магазин вмещающий 8 болтов гораздо тяжелее всех остальных на позволяет реже перезаряжать арбалет не вопрос я даже не знаю либо блин тихарь либо не тихарь что это у тихаря такой боги урон хотя какая разница в принципе я могу и блин тут непонятно взять тихо и вдруг вдруг придется много поджигать вдруг какие-то враги будут которых нужно поджигать или же взять хелсинг урон блин колоссальный жаль падает с этой штукой принципе не вижу особой разницы красный глаза или кала за что пусть будет и к не лазарь в основном только мешал тут надо определиться что взять тут явно не калаш а ну какой у калаша кстати урон так где-то тут была такая странная хреновина автоматическая бульдог называлась все это конечно оптика мега полезна хрень на пока пойдем с коллиматорами личный магазин то есть барабана ему не положено да то есть то есть то есть в принципе какая разница особо я не вижу даже роли и кис с этим сама страна я что ли не нашел неужели для этого нет хотя как его держать если здесь будет такой магазин дурацкий барабанный как же его держать тогда это же была система кстати можно взять вторым калаша ради прикола что ж тут такое взять то блюдо кашот ему что бойник мало ли вдруг там кто в упор подойдет какой точностью общей речи быть не может урон у него просто так значит это средняя дистанция чудо-юдо без глушителя без ничего это у нас блин кто подошел в упор но это хер его знает вдруг кого-то придется глушануть конечно оптимании было бы вот так взять но ладно так что по броне у нас по броне все меня устраивает сейчас одну секунду такой ему прицел а коллиматор все у меня такое не дальнобойная коллиматоры 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 ну ладно пусть будут коллиматоры так и сидела можно выйти посмотреть что он там делает с тачкой или нельзя можно было можно этот ролик покороче сделать то нифига а ты тут я не помню рассказывал и нет ли муж и каких людей встречать приходился жгибро и что чем она дальше тем хороших меньше ну так вот я чё я обратно думаю не тех встречал и что а теперь с тобой до остальными ребятами нашими спекаешь что хорошие просто вместе собрались вонная князь той же все хрохорится как всех врагов постреляет а сам как вы с ним на мост находили маркобесов этих берег даже силанте отстрелять не стал а это супчик и я сомневаюсь что пожалел вот и выходит шоу как есть он добрая душа или да мир всю жизнь домой попасть не стал я уже думал там и станется субтит как вы вороны этом сковорну он нет все одно с нами поехал не смог друзей оставить понимаешь золотами человек а я хочу я думал не путем он нет нашел таки любовь представляешь ну то что да и оставайся с ней нет за тебя сами переживать крепко с нами поехал да куда на сибиряку когда еще кольги своей воротиться ну вот так я в том это все раз с тобой брат когда с полковником такие люди значит и дел наши правы на предсказываю мельник умрет да я так думаю а не спасем какая блин забавная штукенция да литры сделано в юсср ухты какая девочка спартакиада студенческая всесоюзная ладно ребята здесь мы где-нибудь сохранимся и даже не здесь сохранимся там возле этих самых возле старта миссии это будет такой ролик чисто чисто вагонный коротенький и вагон амуницию собрали всех выслушали вот наши два боевых костюма и потопаем до мельник то есть своих протезах прям сюда влезет а не держись тут я пошел только в двери в эти попаду все так приуныли ну ничего ничего разрули главное чтобы разработчики разрешили так братишки на этом месте я с вами прощаюсь и встретимся уже в новой главе так сказать все пока пока